Переходят все границы, в Бобруське активно борются с трафаретчиками наркошопов. Эти все надписи, они не украшают наш город и не приносят ему красоту. Какие принимаются меры? Клубы дыма, в Вишневке, Горела дача. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Есть ли пострадавшие? И опасность на дороге ГАИ усилила контроль за мототранспортом. Будьте внимательны и осторожны. Чему приводит скорость? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Местные Бэнкси в Бобруське продолжают бороться с трафаретчиками наркошопов. Время деньги ежедневно коммунальщики закрашивают десятки надписей. Все это ресурсы. Не раз так называемые графисты попадали под уголовную статью. В мае прошлого года двое молодых людей, помимо нанесения рекламы наркошопов, хранили при себе альфа-ПВП. Эти все надписи, они не украшают наш город и не приносят ему красоту. Очень хочется, чтобы жители нашего города Бобруська любили свой город, прививали своим детям правильное воспитание и уважали труд работников коммунальной службы. Завуалированное зло. Более 80% психотропов продается в интернете. Схема проста. Сбыт бесконтактным способом через популярные сервисы. Оплата электронными кошельками. Получение в условленном месте. Вербует для этого обычно молодежь. Статей в законе, по которым полагается ответственность, не одна. Поэтому правоохранители советуют включать голову и не вестись на легкие деньги. Тапку в пол ГАИ усилила контроль за мототранспортом. На неделе в Бобруське водитель Ямахи прямо на перекрестке совершил опасный маневр. Мужчина обогнал машину, которая двигалась попутно. Момент зафиксировал видеорегистратор. Оказалось, жизнью рисковал 39-летний местный житель. Теперь ему грозит штраф и лишение прав до года. Госавтоинспекция призывает всех мотоциклистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Серьезность последствий при авариях с мототранспортом значительно выше остальных. И зачастую приводит к тяжелым травмам. Будьте внимательны и осторожны. Билет на тот свет. Мотоцикл – один из самых опасных видов транспорта на дороге. Важно не потерять чувство меры. Вовремя сбросить скорость, отказаться от резких маневров. В прошлом году в Могилевской области произошло 31 ДТП с участием водителей байков. Три человека погибли, 30 получили травмы. Голь на выдумку хитра. Бобручанин взял в аренду игровую приставку за почти 2000 рублей. Но назад не вернул. В милицию обратился индивидуальный предприниматель, которого обманул клиент. Мужчина сдает в аренду игровые консоли. Одну из них пару недель назад взял 22-летний местный житель. Оставив паспорт в качестве залога, однако в установленные сроки возвращать чужое не стал. Сыщики выяснили, парень был должен денег другу, поэтому занес чужой девайс в ломбард. В настоящее время в отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело. Тревожный звонок на номер 101 в Вишневке. Горела дача. ЧП произошло ночью. Пламя охватило деревянный дом за считанные секунды. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, но огонь успел наследить. Практически полностью уничтожены кровля, стены, перекрытие имущества. Никого из людей в момент пожара там не было. Причины выясняются. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Обязательно объясните диспетчеру, что происходит на ваших глазах. И желательно сориентируйте спасателей. То есть назовите точный адрес. И помните, пока вы общаетесь с диспетчером, помощь уже в пути. Еще один пожар случился на переулке Жлобинском. Горела хозпостройка. К счастью, обошлась без жертв. Одна из версий ЧП – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Под Могилевым пьяный водитель решил убежать от сотрудников ГАИ. В агрогородке Межесетки мужчина за рулем Рено проигнорировал требования сотрудников ГАИ об установке. И попытался скрыться. Однако был оперативно задержан. Водительское удостоверение у 35-летнего местного жителя отсутствует, так как ранее он уже привлекался за нетрезвое вождение. В этот раз он тоже был пьян. Медицинское свидетельство не показало 1,6 промилле. Госавтоинспекция напоминает всем. Своевременное информирование о фактах управления нетрезвым или бесправным водителем помогает избежать ДТП и сохранить человеческие жизни. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok